Трасса будет готова в четверг. Меньше недели остается до начала соревнований по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. В этом году гонки пройдут в 25-й раз. В эти дни идет активная подготовка трассы. Потенциальные гонщики подают заявки на участие. Подробности далее. Контур будущей трассы уже готов. Его определили в минувшие выходные с учетом пожелания самих гонщиков. Сейчас идет конструирование элементов безопасности. Сегодня закончили стартовую поляну. Ее уже сформировали, разгладили. В течение недели практически завозили чистый снег, который был на территории, в том числе с территории стадиона вывезли, потому что снега на реке было очень мало. Но вот, слава богу, хватило, закончили. Соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова состоятся в субботу 20 марта. Место для проведения гонок было выбрано согласно опросу потенциальных участников и жителей города. В этом году было решено не разрывать культурную программу и саму гонку. И вот у нас, скажем так, центр, ну, все внимание и основная масса народа будет концентрироваться как раз-таки вот на данной площадке. Поэтому именно для этого сюда смещена стартовый городок, сама линия старта смещена сюда и трасса в целом немножко пододвинулась. Ну и самые интересные элементы, в том числе зрелищные старты, финиш, они будут вот, ну, практически как с трибуны видны вот с этого берега. На сегодняшний день заявки на участие в Бурандее подали 36 человек. В категорию мужчины 18-55 лет зарегистрировались 24 человека. В категории женщины три участницы. Ветераны также три человека. В классе свободный для снегоходов иномарок пока планируют участвовать 6 человек. Прием заявок завершится 18 марта в 17 часов. Подать их можно в Дюц-лидер. Участники Бурандея смогут начать тренироваться на состязательном маршруте уже в четверг. В пятницу мы созвонили с Даниилом Николаевичем, так как мы в Красном подготовили свою тренировочную трассу. Вот, у нас есть там контур-уклоны, стол, и это будет зрелищно, это будет интересно, во-вторых. И вот предложили в пятницу Даниилу Николаевичу. Он нам скинул готовый трек-трассы. Мы его немножко подредактировали. Вот вчера, ой, позавчера встречались, сегодня с представителями тоже гонщиков. Приехали сюда, подредактировали некоторые повороты, контур-уклоны где сделать лучше. Обустройство трассы в этом году проходит в тесном сотрудничестве с гонщиками. Организаторы стараются учесть все пожелания спортсменов. Постоянно на связи с организаторами Бурандея. Занимаемся в первую очередь с Даниилом Николаевичем. Он все равно прислушивается к нам, и это очень хорошо, как организатор, он слышит нас, гонщиков. Кроме того, для болельщиков и гонщиков в районе боулинга будет оборудована просторная стоянка. В 2021 году Бурандея пройдет в юбилейный 25-й раз. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...